Три недели назад мы здесь встречались в этой аудитории и у нас начался разговор о творческом наследии Константина Николаевича Леонтьева. Напомню, что на прошлом заседании ваш покорный слуга делал доклад, который назывался «О либерализме и либеральной науке как форме религиозного сознания». Кто не имел возможности присутствовать на том заседании, может почитать текст доклада. Он выложен на сайтах РЭРОШ, Русская Народная Линия, Коммунитерия НРУ и в целом ряде других сайтов. Сегодня мы продолжаем эту тему. Сегодня у нас два докладчика – Александр Иванович Нотин и Виктор Николаевич Тресняков. Но, учитывая, что Александр Иванович куда-то должен дальше ехать, мы в последний момент решили, что Александр Иванович начнет, а Виктор Николаевич после перерыва продолжит разговор. А сейчас я с удовольствием передаю слово Александру Ивановичу Нотину, председателю или президенту Духовно-светского движения «Переправа» и члену Совета Русского экономического общества. Спасибо. Мне хотелось бы начать с того, что, конечно, личность Леонтьева не просто приковывает к себе взоры, как и многие другие личности, то есть великолепные плеяды, которые он представляет, Нелевского, Хомякова, Ксаковых и более поздних представителей той же самой, по сути дела, плеяды, выразителем которой был Ильев. И взоры наши, конечно, прикованы к этим людям, потому что мы мучительно ищем ответы на вечные, сердитые русские вопросы. Слава Богу, что ищем, поскольку Запад, видимо, это уже прекратил делать и потерпел скрушительное, на мой взгляд, духовное поражение. Я не говорю сейчас об отдельных людях, а о цивилизации западной в целом. Это тоже было предсказано Леонтьевым, он это предвидел, предчувствовал. Поэтому, в то же время, эта личность, она стоит особняком, и особняком с точки зрения восприятия его масштаба и его содержания современниками, и с точки зрения его полезности для нашего сегодняшнего миропонимания, для нашего сознания, то есть фактически через уже 150, менее, может быть, лет после расцвета его творчества. Леонтьев – это человек, который нам позволяет сегодня взглянуть на происходящее с точки зрения той высоты, тех достижений, тех обобщений, которые были осуществлены в далеком, уже теперь прошлом, дореволюционном прошлом, но которые объясняют нам и происходящее сегодня, и дают направление к дальнейшим поискам, и одновременно вдохновляют нас на русское возрождение. Я бы его назвал в этом плане, может быть, так можно назвать это небольшое сообщение, я бы его назвал предвестником русского возрождения во Христе. Это человек, который очень сложной судьбы, очень сложной, о чем, наверное, уже говорилось, я читал пост, опубликованный в переправе по следам выступления Лентин Юрьевича на предыдущем нашем собрании. Это человек, который очень неоднозначно воспринимался людьми своего времени. Многочисленные и весьма необычные эпитеты, которыми награждали этого мыслителя и сочувствовавшие ему, и его ненавидевшие, и даже презиравшие. В основном, конечно, доминировали такие негативные эпитеты. Страшное дитя, мистик на хищной подкладке, фанатик фонариот, разочарованный славянофил, высокомерный странник, разбиватель стекла, вольнолюбивый певец деспотизма, философ реакционной романтики. И очень редко встречались положительные характеристики. Эстетическая личность, самый свободный русский писатель. Ну и, наверное, еще была куча всяких определений, но, наверное, и этот ряд уже показывает, сколько сложной была личность. Его не принимали ни близкие ему славянофилы, ни, тем более, весьма и весьма далекие от его мысли и образа жизни западники тогдашнего русского общества. И вот эти определения, они характеризуют не столько личность и учение Леонтьева, сколько умонастроения и нравственное и духовное состояние исследователей его жизни и творчества. И даже, я бы сказал, в более широком ключе всего тогдашнего мира, это, повторю, вторая половина XIX столетия, который, по словам Спасителя, любит свое, а по апостольскому высказыванию лежит во зле. По мнению Жеревонтьева, этот мир является собирательной бездарностью. Я бы не хотел здесь много говорить о философских поисках Леонтьева, о его цивилизационных открытиях и озарениях. Об этом уже говорилось на предыдущем выступлении. А здесь я хотел бы обратить внимание больше на те аспекты, которые не входили в тот круг исследований творчества Леонтьева. И вот здесь вот, мне кажется, что духовный подъем в России XIX века, особенно второй половины XIX века, уже под непосредственным действием и Афона, и Оптяной пустыни, и Леонтьев как раз он испытал и то, и другое воздействие в полной мере. Вот этот самый духовный подъем позволил некоторым русским людям обнаружить болотные огни западной цивилизации, что не мешало ценить великие достижения европейской культуры. Но образованное сословие слепо следовало европейским заблуждениям. И мы знаем, чем все закончилось. Я еще коснусь вопроса предреволюционных предчувствий Леонтьева, Но очевидно, что определенная часть гениальной русской мысли, она, вглядываясь в западный прогресс, в развитие западной цивилизации, а может быть даже не в развитие, а в ее деградацию, прикрытую, так сказать, помпой развития, украшенную всевозможными научно-техническими достижениями, сумела уже тогда разглядеть страшные, пагубные, деструктивные явления в этом научно-техническом развитии. И, кстати говоря, я думаю, что, по сути, с тех пор мало что изменилось. Мы наблюдаем уже последствия того, на что уже тогда столь остро, критично и непримиримо обращал внимание Леонтьев. Сегодня мы видим новые фазы развития того, самого научно-технического процесса, той же самой стадии всеобщего смешения, о котором говорил Леонтьев, вот этой уравнительной пошлости, бездарности, мещанства. Но сегодня наступление нигилизма, которое, конечно, идет на Россию с запада, наступление этой тьмы, оно достигло очень высоких значений, оно достигло наивысшей концентрации. Если Леонтьев тогда видел только сочетки этого процесса, первые его фазы, то сегодня мы видим уже практически результат его. И мы ужасаемся этим результатом. Мы ужасаемся результатом и духовного обнищания. Ну что такое духовное обнищание? Оно, естественно, где-то скрыто в глубине коллективной души западного мира. Конечно, где-то в религиозных глубинах католичества, протестантизма и того бесчисленного сонма всевозможных сект, которые наплодились вот на этом больном теле, пораженного в самое сердце христианства западного. Но одновременно мы видим это и во внешнем плане. То, что сейчас происходит на Юго-Востоке, это беспардоннейшая ложь, искажение всех критериев истины, добра и зла, право-лево, вверх-вниз. Такое постмодернистское, нигилистическое разрушение международного права, страшная, я бы сказал, самоубийственная политика в области международных отношений, распространение оранжевых революций по всему миру. То есть фактически некое саморазрушение, которое началось еще во времена Леонтьева, но, наверное, может быть и еще раньше, но уже было отмечено именно как процесс саморазрушения цивилизации, как финальная фаза. Ну а поскольку как раз по Данилевскому вот этот культурно-исторический тип франко-германской цивилизации, он доминирует, вместе с англосаксами, конечно, но он доминирует. Данилевский не выделял англосаксонскую цивилизацию как самодеятельную, самостоятельную. Но, тем не менее, мы понимаем, что Запад, он включает в себя в какой-то мере и старый, и новый свет. И в этом смысле можно, наверное, не знаю, Николай Николаевич не одобрит на их таких угольнодумствах, но можно включать это в общий культурно-исторический тип. Вот он взял практически под контроль все основные рычаги современной жизни человечества, прежде всего, конечно, финансовые, военно-политические, экономические рычаги, информационные и всякие прочие другие. И вот диктуя волю всему остальному миру, он, по сути дела, поставил мир на грани катастрофы. И мы сейчас присутствуем при том явлении, начало которого и параметры которого обрисовал Леонтик. Но я бы хотел все-таки больше внимания сейчас обратить на то, что на ту сторону жизни и деятельности Леонтиева, которая менее может быть известна, но для меня она играет очень большое значение, потому что оттуда, из этой стороны его жизни, мы можем черпать подсказки для того, как нам быть в этой ситуации. Мы можем бесконечно долго, так сказать, рисовать те другие третьи мрачные стороны действительности, но здесь надо очень точно понимать, что если мы одновременно не формируем некую контрпозицию, если мы не задумываемся с не меньшей горячностью о том, как с этой действительностью бороться, что ей можно противопоставить, то тогда наши усилия, они совершенно бессмысленны и, в общем-то, обречены. Наоборот, мы будем угнетать и угнетать себя, так сказать, образом врага, рисовать его всевластия, всесилия, его вездесущность, но при этом ощущать себя все более и более слабыми. Так что я вот на эту сторону именно хотел обратить внимание. Господь говорит, «Иго мое благо и время мое легко». Иго, в этом понимании, как говорили святые отцы, это служение, служение с любовью, служение людям и Богу. И это иго действительно благо. Здесь служение Богу и людям, опять-таки, не буду здесь глубоко заходить в эту тему, но оно с отцами очень тесно связано. Если человек не ведает Бога, по-настоящему любить не может и людей. И вот здесь это две стороны одной медали. А с другой стороны, бремя мое легко, бремя – это сопряженное с этим служением страдание человека. Но страдание – не мука, не то языческое страдание, которое боялся страшно в Древней Риме, а это страдание с надеждой и страдание вплоть до крестного подвига. Такое страдание. Так вот Леонтьев говорит нам, что подвиг о Христе, хорошего монаха, и самоограничивающегося мирянина различается не качественно, а лишь количественно. То есть не проводит границу между одним и другим. Самоограничивающийся мирянин – хороший монах. Ну, на самом деле, конечно, он, будучи в основном в духе Афона и, так сказать, напитан мудростью отцов в оптиной пустыне, он не выдумывал ничего своего, он практически выносил это из того опыта, который церковью был ранее у него накоплен, и в том числе и теми же исихастами, Исааком Сирином, который уже вывел эту точку зрения, что исихазм как умное внутреннее делание, как высшее состояние созерцательности в молитве, не является уделом только пустынников и монахов, что и миряне тоже могут в какой-то мере приближаться к этим высшим эталонам духовности. Убежденные христиане, по словам Леонтьева, начиная с афонского пустынника и заканчивая богатым и высокопоставленным русским государственным деятелям, несмотря на великую разницу во внешнем образе жизни, имеют одинаковые сердечные дела. Одну и ту же философию жизни, единые догматы и нравственные критерии усилия направляют к одной цели, которую Леонтьев определил как поддержание, я цитирую в себе, во время земной жизни, близости ко Христу и к его учениям. Он подчеркивает, что каждому полезна эта особая личная мера на все. То есть, с одной стороны, понимание этого служения, с другой стороны, установление некоторой меры. И самостоятельно, и с помощью отцов, доверие к старцам и послушание устанавливает эту меру. Читаю дальше у Леонтьева. Побольше того аскетического духа, который может пронизать насквозь своими веяниями и всю мирскую жизнь, придворную или деревенскую. Давайте задумаемся. То есть, фактически Леонтьев предлагает аскетическую жизнь. Ну, понятно, что в городских условиях вряд ли она возможна, но он имеет в виду, конечно, аскетику внутреннего духовного состояния человека. И здесь это и есть ключик, с моей точки зрения, к пониманию того, что сейчас делают. Потому что там же, чуть-чуть позже, я еще процитирую, наверное, на эту тему, Леонтьев говорит о том, что волна нигилизма, то есть, фактически, наступление духов злобы, ибо все, что делает Запад, на самом деле, конечно, зарождается и планируется в многочисленных канцеляриях, отделах и подотделах преисподней, и духе злобы, которые ищут, кого поглотить. Они через вот это вот оскудение, оскудение религиозное, прежде всего, оскудение и поражение огромных количеств, миллионов, может быть, даже миллиардов людей, они и создают ту волну нигилизма, которая сейчас поднялась на Западе и теперь плынула и в Россию. Мы с вами уже говорили о том, что мы пережили. Мы пережили, с одной стороны, падение железного замысел в 91-м году, опять-таки, в результате, по сути дела, цветной революции. То, что тогда произошло, это классическая цветная революция. И в то же время мы пережили извержение на нашу землю, на нашего постсоветского, доверчивого, воспитанного в очень серьезном нравственном кодексе, пусть безбожном, но нравственном все-таки кодексе человека, той псевдокультуры, которую мы сейчас называем либеральными ценностями. Но на самом деле мы знаем и цену этим ценностям, и знаем последствия от того, что они вторглись столь бесцеремонно, собственно говоря, и без нашего спроса. Никто нас не спрашивал в нашу жизнь. Так вот, Россия, она в полной мере испытала на себе чудовищное, расслевающее, уничтожающее давление этой вселенской тьмы. Это буквально, в буквальном смысле слова, извержение инфернальных сил на земную поверхность. Мы это все испытали, я не буду, здесь можно тысячу примеров привести. Но вопрос, опять-таки, чем и как мы можем противостоять этому, если против этого некое противоядие, некий антидот. Вот Леонтьев и говорит, очень важная, с моей точки зрения, ключевая, может быть, мысль, его понимание, миропонимание состоит в том, что внутри каждого человека этот антидот уже находится. Этот антидот – это Христос. И если раньше, на каких-то более ранних этапах, идеологии противостояли другим идеологиям, рациональные концепции, другим рациональным концепциям, теориям, теориям, то нигилизм все это сметает. Если вы обратите внимание, все идеологии сейчас рушатся на наших глазах. Все они постепенно убывают и как будто в воздухе растворяются. Об этом, кстати, в первом псалме и сказано, что будет развеян, нечестивый, якопрах, его же возметает ветер от лица земли. То есть как бы все это сносит этим ветром перемен. Партии умирают, потому что партии питаются из идеологических источников. И на смену им приходит конкретный сатанизм. Вот сейчас эпоха сатанизма, наступающего сатанизма по всем линиям. И верующий человек чувствует это кожей буквально, как это все действует вокруг нас, какая лютая стужа стоит, душевная и духовная. Но, и тут мы опять вплотную возвращаемся к Леонтьеву, Леонтьев предлагает, что сатанизму должна противостоять аскетика. Сатанизм не может быть побежден на уровне бывших идеологических теорий от ума, каких-то концептуальных человеческих построений. Ибо эта сила уже не человеческая, она сверхчеловеческая, она по сути дела потусторонняя, которая, правда, совершает свое явление в мир через человека. И для того, чтобы ей противостоять, должна возникнуть плеяда, если хотите, воинов-христов. И эта плеяда возникает не только в монашеском уединении, но она возникает и в миру. И сам Леонтьев, который, по сути дела, это все и воплотил своей жизнью, доказал, так сказать, опытно и оставил нам уже в своих творениях, Леонтьев является для нас в некотором смысле, может быть, примером и предтечей даже того служения, которому он призывает. Но если бы он просто об этом писал теоретически, то, наверное, толку было бы мало. Но поскольку он был одновременно и писателем, и дипломатом, и философом, и очень крупным специалистом по культурам, то мы можем доверять его пониманию этого вопроса. В это немножко отвлекаюсь, скажу, что то же самое, кстати говоря, проводил и Серафим Саровский, который определенно сказал, что по воле Божьей, я здесь дальше цитирую, можно и в миру живучее, в миру живучее, получить такую же благодать, как и в отшельничестве. В миру можно получить. Открыл он также, что Бог назначил показать на земле этот, то есть духовно-светский путь или духовно-светский образ спасения, чтобы мирские люди были причастниками тех же даров Духа Святого, как и отшельники. Если равномерные с ними труды, подвиги, злострадания, потерпенные до конца Христа ради, и все, находящееся на них, они добровольно решатся взять на себя, возлюбившие Господа всей душой. То ли время теперь, утверждает Леонтьев, либо скрицает даже Леонтьев, чтобы бояться крайностей, религиозного аскетизма, то ли время теперь, по его словам, само состояние среды, то есть общества, уже тогдашнего общества, я уже не говорю об этом, и степень ее сопротивления заставляет обращаться к суровому аскетическому идеалу. И так, духовный образ жизни в миру для светского человека состоит в том, чтобы постоянно иметь ум в Боге, угождать ему борьбой с греховными страстями и приобретением добродетели, и приближаться к нему посредством этого. Примеры этого есть, они многочисленны, и повторяю еще раз сам Леонтьев, пример этого. Именно Леонтьев вывел, что высшая стадия нигилизма, в его годы она, правда, еще не достигла того уровня, который мы видим теперь, должен противостоять и высший уровень христианского аскетизма, осуществленный не только через священство, через монашество, но и через мир. Это важнейший тезис для нас сегодня, который мы должны и будем развивать, который мы осуществляем в наших общинах, в нашей повседневной практической деятельности, и, собственно, на котором построено все понимание народа Божьего, как народа, состоящего из самых различных частей, но объединенного верностью в Христу. Каждый из нас, находясь в своем звании, соответствуя своему признанию, сочетая светский образ жизни с духовным деланием, должен совершать свои труды и служение Богу и Отечеству по воле Божьей, с полной надеждой и упованием, что получит такие же милости и такую же благодать, как аскет и ошельники. Вот ключевой тезис. Если, конечно, сам захочет, если будет подвизаться, и тогда Господь даст полное оздоровление народу, следовательно, и государству, и все исправит в нашей жизни и приведет в жизнь вечную. То есть взгляд, как бы, со стороны Леонтева на то же самое, о чем говорят наши духовники, наше священство, о том, что мы должны молиться. Что такое молиться? Молиться – это значит исполнять заповеди, волю Божью в нашей повседневной практической жизни и черпать подсказки и какие-то пояснения со стороны таких наших авторитетов, как Леонтев. Ну и последнее, что я бы еще, наверное, здесь добавил. Леонтев писал, что все современные силы являются лишь слепыми орудиями той таинственной воли, он имеет в виду, конечно, дьявольскую волю, которая шаг за шагом ищет демократизировать, уравнять, смешать социальные элементы сперва всей романо-германской Европы, а потом, быть может, и всего человечества. Представляете, какое великое прозрение, как он четко видел направление расползания этой плазмы нигилизма, этой обнедышащей лавы, которая сжигает, поражает, все растворяет на своем пути. Он религиозно верил, что сам Бог хочет неравенства, контраста, разнообразия. Стремление к равенству, к смешению, к однообразию, враждебно, жизни и безбожно. Вот здесь сложный тоже философско-мировоззренческий вопрос, потому что вроде бы мир нам предлагает огромное количество всяческих разнообразий, но все время нам предлагают то гаджеты, то какие-то новые игры, то какие-то новые развлечения, то какие-то новые сообщества. Но если мы посмотрим, Ильонтьев это еще тогда говорил, конечно, не предвидя такого технологического рывка, что все это, по сути, и есть всесмешение, в результате которого на поверхность получается вот тот тип жвачного, по сути дела, животного, тот самый процесс оскотинивания, который мы сейчас и наблюдаем, когда молодежь наша в результате вот этого, казалось бы, преизобилия всевозможных технических новшеств перестает читать, начинает уже кликотать, как вот птицы в лесу. И вот этот вид технологии, эти интернет-лекалы, которые накладываются на сознание, они подготовлены, они в итоге приводят к тому, что длина фраз становится все короче, количество ошибок, совершенных в одном слое, все больше, и эта сила, она инсталируется в мир, она проникает его по всем каналам, при этом государство, неолиберальное, по сути, оно не просто покрайт эту деятельность, она постоянно ее производит, оно создает специальные системы, огромные программы, финансируются громадные усилия, для того, чтобы это стало просто нормой. А в результате мы получаем одичание и получаем примерно ту же самую ситуацию, я даже не говорю злейшей порой, я говорю в данном случае проблему образования, которую Господь нам рисовал перед потопом, в частности, когда Он сказал, человек в честь Иссы, не уразуми, приложися скотам несмысленным и уподоби себе. Через аскетику и духовное чутье, то есть дар развлечения духов, обретенные искренней верой и афонским подвижничеством, Леонтьев буквально пронзал своим рентгеновским взором, как бы рентгеновским взором, плащеную западную цивилизацию, обнажая ее упадок и гниение, ее смертельную болезнь. Леонтьев писал, здесь я это цитирую, против машины, вообще против всего этого физико-химического, умственного развития, против этой страсти произведениями мира неорганического губить везде органическую жизнь, металлами, газами, основными силами природы разрушать растительное многообразие, животное мир и само общество человеческое. О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, продолжал он за то, что ты погубила у себя самой все величайшее и святое, и уничтожаешь у нас несчастных столь драгоценное твоим заразительным дыханием. Кстати, мы видим сегодня, и мы должны тоже этот взгляд оттачивать, мы должны его усиливать, что леонтьевское прозрение еще состоит в том, что европейская культура постепенно будет исходить из Европы, покидать Европу. И когда сейчас мы видим эту бородатую чмо под названием Кончита Вюрст, мы видим, что это существо, оно побеждает на каком-то евровидении, мы должны понимать, что это символический акт. Это нам показывает, кто правит сейчас Европой, какое отношение это имеет к европейской культуре. И оказывается, что сейчас именно Россия, в ее нынешнем, даже ослабленном, униженном, ограбленном состоянии, она становится последним пристанищем европейской культуры. Здесь еще это сохраняется, слава Богу. Но дальше уже европейской культуре отступать просто некуда. Там дальше уже Китай, там дальше уже Иран, там свои культуры, свои проблемы и так далее. То есть, вот здесь все загнали европейскую культуру в самый-самый уже уровень. И Россия приняла эту культуру. И это создает нам определенную надежду на то, что те наши остатки духовности, остатки наших духовных корней святорусских, наше вот это вот церковное возрождение, которое мы наблюдаем, наши общины, которые повсеместно растут, несмотря на все треволнения, на все помехи, на все труды, это все есть проявление Божьей воли, Божьей заботы о человечестве, конечно, о России, как к третьему рейму, о четвертому небысту, о предсказаниях старца Филофея, Свято-Елизаровского монастыря, относящихся к 15-му веку. И пророчество наших великих отцов, он тоже углубился тут в этих пророчествах и был потрясен, которые, конечно, все это предвидели, и предвидели и с одной стороны тот огромный труд, огромные страдания, которые Россия переживет в результате вероотступничества, и одновременно ее возрождение в новой силе и славе. и то, что именно здесь будет построено последнее православное царство, и именно здесь появится великий царь, который будет обладать пламенной верой, великим умом и огромным сердцем, наполненным любовью к людям. И этот царь будет существовать в нашем мире параллельно Антихристу, и Антихрист будет бояться его, и это царство будет расти и развиваться, и оно явит миру последние образцы той духовной высоты, о которой мечтал, и ради которой прожил всю свою удивительную жизнь Константин Николаевич Левотер. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ